Доброе утро! Если среди ваших знакомых есть те, кто считает, что летом ровным счетом ничего не происходит, жизнь замирает, я могу вам парировать. Ну вот, например, у меня сосед футбольный болельщик. Так я и без новостей знаю, что чемпионат России начался, и автоматом болею за соперника его любимой команды, благо она проиграла в первом туре. Ну, а вы, пусть день только начался, уже победили. Потому что встречаете его вместе с нами. Тут и информация, и отношения, и погода онлайн, чтобы вы вообще не сомневались, что надеть. Утренний вестник на Вете 24. И уже у вас. Села в сети. Где в Пермском крае интернета больше всего? Новый молот. Какие изменения произошли в стане пермяков перед стартом нового сезона? Где Токио, а где мы? Следят ли пермики за Олимпийскими играми? Люди говорят. Что будет с ценами на продукты? Правила денег. Мода из сухоцветов. Их картье нам не нужен. Новые технологии реальной реальности. Живые куклы 21 века. Конечно, главная новость минувшего дня для многих. То, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в крае приостанавливают плановую медпомощь в стационарах. Об этом заявила глава Краевого Минздрава Анастасия Крутень. Следим за развитием событий. Начинаем вестник с новостей. В Пермском крае приостанавливают оказания плановой медицинской помощи в стационарах региона. Ситуацию с заболеваемостью коронавируса министр здравоохранения Прикамьи Анастасия Крутень характеризовала как тяжелую. Запись об этом появилась на личной страничке министра в Инстаграм. Анастасия Крутень сообщила, что в июле в Пермском крае открылись еще две лаборатории, где проводят ПЦР-тесты на коронавирус. В августе предполагается открыть еще три. Таким образом, в Прикамье концу лета должно действовать девять лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19. Вместе с тем, написала министр, на этой неделе число коек для приема пациентов с коронавирусом будет значительно увеличено. В нашем регионе сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. 60% коечного фонда отданы для лечения пациентов с COVID-19. На этой неделе перепрофилируем еще 800 коек. Оказание плановой помощи в стационарах приостанавливаем до нормализации обстановки. В Прикамье установлен новый антирекорд. За все время пандемии 28 июля выявлено 437 новых заболевших коронавирусом. В медицинских учреждениях на лечении находится 2970 человек, из которых 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В регион впервые доставлена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». По данным Минздрава, партия состоит из 13 200 доз. Эта вакцина предназначена для тех, кто уже переболел коронавирусом или для желающих пройти ревакцинацию. Вакцина в ближайшее время будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. В Краевом Минздраве отмечают, прививку можно сделать не ранее, чем через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или прохождения первого курса иммунизации. По данным на 28 июля, 351 тысяча жителей Прикамья полностью завершили курс иммунизации. Первый компонент вакцины поставили 493 тысячи человек. До конца этого года по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет завершено благоустройство 300 объектов Прикамья. Это дворовые территории и общественные места. Между тем, к части проектов, которые представляют муниципалитеты, нередко возникают замечания. Только в этом году по 90 проектам выдано 73 замечания. Глава региона Дмитрий Махонин поручил ответственному министерству контролировать исправление всех недочетов. Изменение комфортной среды – это то, на что жители обращают больше всех внимания. То есть дворы, улицы, пространство. Если мы, ну, как сказать, делаем не качественную работу, то это, в общем-то, вызывает вопросы у населения. По итогам голосования за общественные объекты благоустройства на 2022 год, жители края выбрали 15 приоритетных проектов. До сентября муниципалитеты должны их доработать с учетом всех требований. В преддверии предсезонных сборов хоккейный клуб «Молот» прошел вакцинацию от COVID-19. Первым компонентом привито 100% игроков и сотрудников клуба. Вторую дозу вакцины уже получили около 90% личного состава. Как говорят в самом пермском клубе, это связано с усложнившейся эпидемиологической ситуацией в регионе и стране. По хоккеистам, по спортсменам мы написали такое рекомендательное письмо, чтобы ребята прошли эту вакцинацию. Тем самым мы в дальнейшем сможем избежать всех, так скажем, проблем, связанных с поездками, с переездами, с проживанием, с питанием. Кроме того, Высшая хоккейная лига может принять решение об обязательной сдаче хоккеистами тестов ПЦР за свой счет, поскольку на это тратится серьезная часть клубного бюджета. Игроки привились в вакцины «Спутник Ви», так как она является самой распространенной на территории России и поставить прививку можно было абсолютно в любом городе. В Мотовилихинском пруду больше нельзя купаться. Такое решение вынес региональный Роспотребнадзор. Причиной послужили ненормативные результаты проб воды на санитарно-микробиологические показатели. Мотовилихинский пруд – один из пяти пермских официальных пляжей. Четыре других расположены около коммунального моста в районе Камгэс в поселке Новые Леды между улицей Астраханская и Оборонщиков в Кировском районе. Состояние воды и песка на них проверяет Роспотребнадзор. Меры безопасности – МЧС. На пляжах дежурят спасатели, есть средства для оказания первой помощи, зона купания ограждена буйками, проведено обследование и очистка дна. Вот если за городом где-то есть интернет, многие, учитывая, сколько времени мы сейчас в этом самом интернете проводим, даже и не заметят, что они оказались где-то на лоне природы. Но, согласитесь, не везде за городом с мегабайтами у нас так хорошо, как хотелось бы. Но, впрочем, у нас-то позитивный рейтинг. В какие села в Пермском крае интернет проник глубже всего? Стали известны топ-5 сел Пермского края с самыми востребованными точками бесплатного Wi-Fi доступа. Их устанавливал Ростелеком в рамках проекта устранения цифрового неравенства. Лидером пятерки самых активных населенных пунктов Прикамья в первом полугодии стал поселок Фаор Еловского района с численностью населения 296 жителей. Пользователи прокачивают в среднем 2 трабайта в месяц. Этот показатель эквивалентен 600 скачанным фильмам или почти тысячи загруженных фотографий, сделанных 12-мегапиксельной камерой. Второе место заняла деревня Груни, жители которой прокачивали около полутора терабайтов информации. Бронзу взяли интернет-пользователи села Тис Суксунский район, скачав почти 1 терабайт. Активно выходили в сеть также жители сел Крохолево, Юсинский район и Снежное в Октябрьском районе. В целом, за 6 месяцев этого года общий трафик потребления публичного Wi-Fi в населенных пунктах региона составил более 270 терабайтов информации. Я вот только из интернета, кстати, получаю информацию о том, как наши атлеты выступают на Олимпийских играх в Токио. Трансляции смотреть совершенно не успеваю. А вы? Люди говорят. Около четверти опрошенных нами пермяков, можно сказать, участвуют в Олимпиаде онлайн. Смотрят все трансляции, поддерживают спортсменов у экранов и знают все результаты. Еще 14% респондентов присоединяются к трансляциям время от времени. Для 18% опрошенных достаточно читать о результатах в новостях. 37,5% опрошенных нами пермяков за играми совсем не следят. Обязательно. Я сама мастер спорта по легкой атлетике, поэтому мне очень интересно. Пока легкая атлетика еще не началась, но мне понравились сейчас пловцы наши, вот такие достойные, молодые еще по возрасту. И, конечно, наши фехтовальщики. Нет, конечно. Я вообще спорт не люблю. Я для нас не могу заниматься спортом. А не смотреть, все эти спортивные мероприятия, деньги туда уходят. Я смотрела матч в волейбол. Россия с США. Наши очень, сперва очень выигрывали, очень старались, потом немножко устали. Но все равно смогли. Ну, максимум новостей о пабликах могу какие-то найти. То есть, например, про девушку, которая стрельбой занимается. У нее медальон «Ведьмака» был. То есть, вот это расфорсили очень сильно поклонники «Ведьмака». И про открытие вроде что-то было. Ну, то, что без зрителей там проходится. Ну, может быть, по команде каждому зрителю, чтобы для видимости создать. Там пригласили пару человек. Все. Ну, это единственное, что успела усмотреть. Ну, конечно, я болею за нашу команду, за Российскую Федерацию. Это несомненно. Мне хочется, чтобы у нас было больше золотых медалей и вообще призовых мест. Вот. Поэтому желаю удачи нашей сборной России. Мы сегодня много говорим о цифровизации процессов, проникновении интернета. Но согласитесь, в Пермском крае, да и в Перми тоже, достаточно мест, оказавшись в которых о цифровизации процессов, думаешь, в последнюю очередь. Но точно не в налоговой. Об этом комментарий недели. Начиная с 2020 года, функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возлагаются только на удостоверяющие центры ФНС России. Сейчас налоговой службой проводится пилотный проект, в рамках которого получить квалифицированную электронную подпись можно уже сейчас, без очередей, обратившись в налоговые органы Пермского края. Услуга по выпуску квалифицированной электронной подписи доступна для юридических лиц, как правило, это генеральному директору, который действует от лица компании без доверенности и индивидуальных предпринимателей. Услуга бесплатна и осуществляется по экстерриториальному принципу, то есть получить ее можно абсолютно в любом налоговом органе. Выдаваемая в рамках пилотного выпуска квалифицированная электронная подпись является легитимной, она может использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности, она действует практически во всех сервисах и на торговых площадках. Срок действия такой электронной подписи 15 месяцев. Для получения квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре ФНС России необходимо представить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и ЮСБ-носитель информации для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированной Федеральной службой по техническому и экспертному контролю, а также ФСБ России. С 1 июля подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированной подписи также можно через интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru. В разделе «Жизненные ситуации» и далее необходимо выбрать нужна квалифицированная электронная подпись. По состоянию на сегодняшний день в удостоверяющих центрах Пермского края квалифицированную электронную подпись уже получили почти 200 хозяйствующих субъектов. Ну ладно, одними высокими технологиями сыт, конечно, не будешь, и я сейчас говорю буквально предельно. А вот от чего будешь сыт, об этом сегодня в рубрике «Правила денег». Что будет с ценами на продукты? Что будет с ценами на продукты? Итак, вроде бы Росстат уверенно пытается зафиксировать в России снижение цен в июле. Но меня все чаще спрашивают об одном и том же. Будет ли продолжаться рост цен на продукты? Давайте попробуем разобраться, что происходит. Во-первых, как бы ни хотелось нашим властям не зависеть от иностранных бирж, мы от них зависим. А на них не так давно начался ростовой суперцикл по ценам на продовольствие. Например, за последний год цены на зерно на мировых биржах выросли на 40%, на кофе на 113%, на апельсиновый сок на 25%. Если вы будете уверять меня, что цена на кофе, который вы покупаете в магазине за год, не изменилась, задумайтесь, кофе ли это. Но, как показывает опыт инвесторов, когда начинается какая-то тенденция, сразу появляются и новости, способствующие ей. И их немало. Наводнения в Европе, холода в Южной Америке, засухи в Канаде и США вполне могут привести к дальнейшему росту цен на продовольствие. Жара и засуха в Канаде вызвали огромное количество лесных пожаров и уничтожили посевы по обе стороны границы США. В Китае наводнение в свиноводческой провинции Ханэнь затопило фермы. В Европе весенние морозы уже нанесли урон посевам сахарной свеклы, виноградникам и фруктовым деревьям. Теперь, как и во многих регионах России, там ливни и наводнения. Как вы понимаете, это тоже не способствует урожайности. Все это говорит о том, что, скорее всего, к ценам, которые мы видели год назад, нам уже не вернуться. Хотя не исключено, что до середины сентября и в магазинах будет спокойно. Правительство бросает на это все силы, начиная от договоренностей с торговыми сетями до более пожарных мер. Например, совсем недавно российские власти решили распродать остатки государственного резерва зерна, чтобы сбить рост цен на муку и не допустить подорожания хлеба накануне значимой даты. Это были «Правила денег» и с вами был Эдуард Матвеев. Будем считать, что в нашей информационно-развлекательной программе вот как раз время информационного блока. И наилучшим образом под это определение подходит наша следующая рубрика «О чем пишут в прессе пресс-парад». Президент Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей раньше срока, со 2 августа. Ранее планировалось, что выплаты начнутся с 16 августа. Президент объяснил свою инициативу тем, что семьи должны не спеша подготовиться к учебному году. Поручение президент озвучил во время совещания с главами Минтруда и Минпросвещения. Владимир Путин спросил у министров, можно ли произвести эту выплату на школьников ранее намеченного срока. Министры ответили, что можно. Пустующее здание – объект культурного наследия по адресу улица Пермская, 45, готовится сдавать в аренду. По данным регионального минимущества, в настоящее время разрабатывается документация для проведения аукциона. Принято решение, что здание будет иметь административно-бытовое назначение. Цена же аренды составит 1 рубль за квадратный метр, чтобы арендатор сэкономленные средства мог направлять на восстановление здания. Аренда объекта уже заинтересовались предприниматели. В ходе обысков в доме сотрудника ГИБДД Таганрога был найден его портрет в форме маршала. На фотографиях виден частный дом, два припаркованных автомобиля, деньги и портрет сотрудника в форме маршала Советского Союза с двумя медалями «Золотая звезда» и «Орденом Победы». Ранее в этот день в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах сотрудников, прошли обыски, связанные с расследованием дела о взяточничестве. Красота, наверное, и правда требует жертв, но уж точно не всегда материальных. А вдохновением для творчества может послужить самая обычная вещь. Итак, о том, почему их кортье нам не нужен. Если у вас не хватает на кортье, это не повод для уныния. Драгоценности буквально разбросаны у нас под ногами. Главное – суметь правильно сфокусироваться. В поле зрения ландшафтного дизайнера и флориста Алексея Дубровина полевые и вполне себе культурные растения попали давно в качестве материала для создания аксессуаров. Алексей пробует себя и на этом поприще. Учитывая его фамилию, кажется, что его занятия предопределены самой судьбой. А его прическа напоминает цветок репейника в расцвете сил. В этом году Лёше удалось создать полноценную коллекцию аксессуаров из сухих трав. Ее он презентовал на фестивале «Сорники прекрасные». Нам же удалось побывать на его креативной кухне. Челма. Она выполнена из мха и ягеля, которые свернуты своего рода таких вот колбаски. И они образуют остов-каркас. Для яркости и своего рода как рубиновых камней использованы ягоды барбариса. В качестве перьев использованы соцветия тростника. Внутри основа – это шапка. Да, все крепится на самую обычную вязаную шапочку. Так что, если вам вдруг захочется стать счастливым обладателем бесподобной челмы, тогда мох вам в руки и задело. Впрочем, челма – это дело вкуса. Познакомившись с самой идеей, можно соорудить и свой оригинальный головной убор. Но это еще что. Вы только полюбуйтесь на этот пояс. Кусочки угля имитируют драгоценные камни. Для того, чтобы уголь не пачкал одежду, он был обработан. То есть он обработан жидким материалом, который ложится на него как пленочка. И вот эта вот пыль, которая угольная пыль, собственно, пачкает, она зафиксировалась. А сколько простора для фантазии оставляют сумки, броши и колье, и все это в ваших руках. Правда, скажем откровенно, интенсивная носибельность этих вещей вряд ли составит больше месяца. Зато травы можно заготавливать впрок и ни в чем себе не отказывать. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Болеем за наших. Уже в августе на «Вете-24» мы покажем кубок прикамья по хоккею в прямом эфире. А «Молот» тем временем существенно обновился, но мы все равно болеем за наших. В этом сезоне на обновленный лед хоккейный клуб «Молот» выходит в новом составе. Практически 70% игроков клуба – «Товобранцы». Среди них Иван Захарчук. 7 лет назад он уже выходил на лед в составе нашей команды. В этом сезоне в «Молот» он пришел из Южного Урала, где был самым результативным игроком. Набрал 31 очко в 45 матчах регулярного чемпионата. Всех знаю, со всеми знаком, так же и с ребятами по команде, со всеми, с многими играл, кого-то против играл. Всех знаю, атмосфера замечательная. Ребята опытные, все друг друга понимают, быстро на лету все схватывают, так что проблем в этом нет. А Игорь Зенчиков за «Молот» играет уже второй сезон. Говорит, ощутимо изменился подход к тренировкам. Больше сейчас уделяем внимание 5-4 игре. Наигрываем сочетание ребят, кто в большинстве будет играть, кто в меньшинстве. А так команда дружная. Изменения коснулись и тренерского штаба. На пост главного тренера заступил Альберт Логинов. Он уже тренировал молотобойцев с 2012 по 2015 годы. Тогда пермики завоевали бронзу в высшей хоккейной лиге. Цель у нас создать команду, которая будет играть хорошо в атаке. То есть все 5 в атаке, все 5 в обороне. То есть именно в современных хоккей предъявляют такие требования сейчас. Ребята должны чувствовать друг друга. И также в тренировках уделяем этому большое внимание. То есть общению именно на льду. Вне льда ребята общаются. В 5-5, в тройках, в пятерках обсуждают все эти моменты. Мы пока даем им определенную свободу в выборе тактических построений. Смотрим, как они воспринимают наши предложения. Селекционная работа проведена. Но окончательный состав команды будет определен перед началом регулярного чемпионата. Тех ребят, которых мы планировали, весь, можно сказать, конец апреля, май, вели переговоры. Мы с ними договорились. Они на сегодняшний день в команде. То, как она прошла, успешно или нет, мы будем уже оценивать по ходу председанных турниров. Первые матчи обновленный молот проведет против своей же молодежки 5-6 августа. В этом году Пермский клуб начал сотрудничество с Ярославским локомотивом. Егор Тверетнинов, Евгений Загрядский, телекомпания «Ветта». Компьютерные персонажи уже давно выглядят как живые. Да, и технологии виртуальной реальности тоже продвинулись далеко вперед. Ну, как, впрочем, и технологии реальной реальности. Рассказываем на примере кукольного дела. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поиске пути, в сердечной смуте. Стихи Пастернака первое, что приходит на ум при знакомстве с Юлией Мотрич. Потому что, за что бы она ни бралась, кажется, все доводит до совершенства. Во всяком случае, ее куклы – видимое доказательство этого наблюдения. Лишенные привычной смазливости, чрезмерной привлекательности такой свойственной кукольной породе, они, тем не менее, вызывают чувство изумления, какое обычно вызывает первая ученица класса, если природа наградила ее еще и красотой, как живое явление чуда. На первый взгляд звучит самонадеянно. Но это, если хотите, кредо самой Мотрич. Интеллигентность и образованность ее – кумпас земной. Юля в юности училась в медакадемии, собиралась стать хирургом. На старших курсах устроилась в большую серьезную компанию. Мне кажется, что все мои девочки воспитанные, интеллигентные, образованные, со смысленным взглядом. Не знаю, почему так получается, но так получается. Это не специально, это происходит само по себе. Наверное, потому что они похожи на меня, но если уж совсем сейчас. С медициной пришлось расстаться ради новых перспектив. В компании она, кстати, в итоге заняла позицию топ-менеджера. Параллельно закончила высшую школу экономики. Это если снова о совершенстве. А вот куклами она занялась в декрете. Двое ее детей – погодки. Дети – это, конечно, цветы жизни, но садовнику иногда необходимо выходить за пределы сада, чтобы не порасти мхом. Я гуляла по Пьемской ярмарке, увидела, что Анна Зуева дает мастер-класс, и подумала, что это здорово в декрете выйти по воскресеньям на три часа из дома и заниматься чем-то другим, кроме ребенка. С руководящей должностью пришлось расстаться. Дети в приоритете. А куклы стали выходом для творческой энергии. В первую очередь я кукол делаю для себя. И вся моя семья очень любит моих кукол. Дети. Особенно дети. Мы все с ними разговариваем. У каждой куклы есть свое имя. То есть кукла – она как бы часть дома, она часть семьи, часть нашего интерьера. И с какими-то куклами я готова проститься, а какие-то куклы я даже не наставляю на продажу. Они сразу встаются дома, в нашей семье. Если кукла какая-то уезжает, то это целое событие для всех нас. Иногда дети плачут и говорят, «Мама, нет, нет, давай, пожалуйста, пусть она живет с нами. Как же там? А в каком доме она будет жить? А как к ней будут там относиться?» То есть в куклах участвуют все. Все любят то, что я делаю. И понимают, какие мне участие. Дети вместе со мной лепят кукол. Одевают, советуют. Надо сказать, что глина, из которой Юля лепит своих прекрасных дев, называется ливиндолл, то есть живая кукла. И они действительно кажутся одухотворенными. Все, что на них, начиная от башмачков и заканчивая платьем, Мотришь делает самостоятельно. То есть она и парикмахер, и портной, и сапожник, и еще много кто. Другими словами, создатель. Не только их, но, что самое главное, своей жизни. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Вета». При всех плюсах интернет часто подвергается нападкам, потому что там говорят и пишут не то. Но только не на сайте VETTA.TV. Заходите. И вообще, оставайтесь с нами. Желаю всем хорошего дня.